всем привет блендер 281 и так руки готовы давайте теперь ставим кости и подготовим их к анимации так вот это все можно удалить так куб делит также свет можно удалить чтоб не мешался камеру оставим и отключим так теперь файл импорт импортируем сюда руки которые вы сделали или скачали без разницы так все это сейчас подгрузится и будем вставлять кости так вот они руки из ролика сразу уже включу покажу что подгрузилась именно развертка развертка находится тоже в этой же папке поэтому вот все подгружается так руки надо немножко с уменьшить теперь с помощью мофф можно их немножко внизу так припустить единица на нампаде где-то вот так и немножко подровняем так теперь это арматура single bone вставляем вот она делаем ей с побольше и тут тут вопрос теперь в чем состоит нужно ли добавлять вот эту центральную кость и к центральной кости вот это привязывать руки давайте сначала сделаем именно отдельно вот эту руку так сначала добавим обязательно ключица нам будет нужна g поставим теперь видимость во вьюпорте впереди чтобы увидеть кость смотрим со всех сторон вот так g немножко и уводим ключицу на теперь заходим в edit mode мы погнали так первое это значит жмем е вытягиваем вот сюда косточку следующий вот сюда и смотрим чтобы это все дело контролл z не перекручивать семерка на нампаде жмем е теперь выбираем вот эту косточку жмем g вот эту чуть-чуть подгоняем g а вот это вот перекрутилась кройка на нампаде g подставляем вот когда она так установилась все она теперь будет капризничать и парить мозг нужно ее а лучше делить так и лучше делить удалить бон и попробуем еще раз так это косточка не перекручена жмем е вот так и жмем g поправляем опять же хорошо устанавливаем правильно чтобы вот эта косточка именно смотрела g на локоть вот что-то вот в таком духе чтобы было углом немножко так теперь поработаем семерка на нампаде вот с этим делом жмем на косточку жмем е и вот тут опять же какой вопрос или вытягивать полностью вот все вот так вот кости от одной вот этой каждому пальцу контролл z можно опять же делать е вытянуть косточку вот так вот и от нее уже каждому пальцу вытягивать кость но это тоже так кому будет удобно и а и 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 смотрим, чтобы вот эти косточки не выходили за пределы меша вот этого так вытягиваем, начинаем делать, вот именно я делаю с дальнего пальца, с мизинца выставляем E, вот так смотрим теперь G, подгоняем, чтобы все ровненько, со всех сторон смотрим выбираем вот эту кость и подразделяем ее так, subdivide здесь ставим две кости вот она подразделилась и продолжаем, теперь опять же E, вытягиваем косточку теперь G подгоняем ее смотрим со всех сторон чтобы все было ровно и опять же сабдивизии и опять же две кости смотрим еще проверяем вот и пошли теперь от мизинца вот к этому пальцу так, что-то у меня сегодня кости попризничают то ли из-за мышки жмем E вытягиваем косточку жмем G подставляем G вытягиваем смотрим со всех сторон и опять же подразделяем на сабдивизии добавляем эту косточку так это подравняем E G эту вот кость можно немножко припустить смотрим вот эту косточку тоже можно немножко подправить чтобы они были именно вот на этих местах сгиба так смотрим все нормально вроде ну теперь подразделяем опять так сабдивизии две кости здесь вот нужно добавить просто две косточки потому что здесь будет два изгиба G подальше сюда смотрим на кость на палец со всех сторон выделяем косточку если нужно чуть-чуть оттягиваем вот эту чуть-чуть сюда выделяем кости и жмем сабдивизии только две тут два сгиба так теперь нам нужно вот эту кость вот эту выделить единица на нампаде и вытянуть Е вот так ее теперь отсоединяем в Alt P Clear Parent смотрим что да так и вот эти кости вот эти через Shift выделяем и последняя вот эта кость которая будет привязка вот к этой сделаем Ctrl P Keep Offset соединяем так это есть вот этой косточки можно отключить сейчас посмотрим деформацию вот эту можно отключить так и так все готово нужно теперь вот эти кости сделать щелчок снять выделение английская B выделить все кости и по прошлым роликам все это дело отзеркалить и перенести на вторую руку как это все делается жмем правой кнопкой мыши Mirror и X Global по X вот так но сначала нужно Shift продублировать сделать щелчок X Global развернуть и с помощью Moff почему с помощью Moff чтобы точно ее вот так вот отвести сюда здесь теперь смотрим внимательно чтобы все это дело правильно попало по пальцам вот смотрим со всех сторон вот такая штука еще можно здесь добавлять кости здесь и сделать именно чтобы при сгибе руки бицепс такой напрягался это я потом в следующих роликах покажу так теперь нам нужно вот эту косточку сделать S и вот эту косточку сделать S теперь в чем еще вопрос состоит добавлять ли центральную вот эту кость давайте вот эту косточку сделаем Shift D G и поставим где-нибудь вот так здесь вот посередине R вот G для чего она нужна сейчас будем рассматривать вопрос именно как она будет вести себя вместе с этими костями так вот это все вот это через Shift вот это и вот это привязываем Ctrl P и offset к этой кости теперь заходим в Object Mode выбираем Mesh именно вот эти руки и через Shift кости и жмем Ctrl P With Automatic Widget вот все соединилось и теперь можно еще вот что сделать выбрать руки вот эти вы видите что сетка достаточно плотноватая и добавить модификатор это модификатор Decimate по прошлым роликом так находим его и вот эту часть понижаем модификатор ну вот нормально много не буду убирать пойдет все применяем теперь переключаемся на опять вот этот вид заходим выбираем кости и заходим в Post Mode проверяем как они связались как они работают вот вы видите что корточка отделена теперь нужно сделать вот такую штуку вот эту козь выбираем вот эту жмем Ctrl Shift C и жмем PIC Inverse Kinematic теперь мы вот это все дело выделяем и G рука начала двигаться но вы видите что почему вот эта косточка я за что ставить ее или нет сейчас мы поднастроим Ctrl Z вот эту руку и посмотрим дальше так вот эту косточку вот эту Ctrl Shift C Inverse Kinematic добавляем влияние вот этим костям по 2 на 2 кости влиять и вот этой поставим на 2 кости влиять теперь смотрим это вот выбираем жмем G вот все нормально стоят на месте руки вот эту косточку можно оставлять если мы ее удалим в принципе руки будут отдельно и друг друга тянуть не будут так теперь нужно поднастроить вращение вот этим костям вот эту косточку выбираем добавляем ей Copy Location так здесь нужно поставить сразу видимость названия костей их нужно переименовывать конечно чтобы знать где какая кость но я так пока ориентируюсь и вот этой косточке ставим арматура и выбираем это у нас вторая вторая кость вот этой косточке Inverse Kinematic добавляем Copy Transform внизу вот она здесь и теперь выбираем опять же арматура и выбираем 23 кость ее перекрутило конечно вот вы видите что прошла перекрутка не беда сейчас мы поставим за место мира поставим Local Space и здесь поставим Local Space и уменьшим для чего сейчас выбираем вот эту косточку и допустим сделаем с ней манипуляцию вот так вот G семерка на нам паде ждем делаем R и вот так вот тоже R вы видите что рука следует за кистью прикольная штука я уже не показывал так и вот если сейчас в чем вся фишка выбираем вот эту кость жмем G жмем R вот таким вот образом она ведет себя так вот так вот R вроде ломки на этой руке нет на других руках где сетка поменьше может быть идти ломка и вот рука сильно следит за этой штукой нужно ей немножко понизить это все дело так вот эту выбираем и ставим поменьше интенсивность вот где-то вот так до 300 и вот этой руке чтоб она меньше следила тоже где-то до 300 поставим смотрим теперь насколько она стала лучше себя вести ну вот нормально так кисть вот теперь движется рука повторяет за ней это все дело вот смотрите вот вы видите что идет кручение руки вот этой части рука вот это ик следит за кистью вот так вот ну таким образом настраиваем если нужно конечно можно и без этих настроек просто G так она мягче тоже себя ведет ну смотря до каких именно операций все это дело делать для анимации именно рук по-моему все это дело пригодится очень нужно так G ну посмотрим одну руку так оставлю а другую оставим с настройками так ну вот руки готовы теперь нам нужна камера заходим в object mode так сейчас отключу подписку костей и включаем камеру так выбираем камеру жмем G семерка на нам паде жмем R делаем перекрутку G R и делаем немножко S вот теперь камера это должна быть у нас голова и смоем куда она будет смотреть чтобы руки сильно большие опять же не были нужно ее немножко поднастроить увести куда нам надо в принципе вот так она здесь еще может стоять посередине вот таким вот образом давайте попробуем выбрать кости POS MOD и G вот сюда как-то их выведем жмем 0 на нам паде вы видите что руки сильно очень большие не будет видно что там дальше да и анимацию тоже делать сейчас если нож автомат добавить слишком маловато многовато маловато так выбираем опять же камеру и постараемся ее нормально отрегулировать смотрим 0 G вот теперь вот эти вот части вот эти плечи в принципе они не должны участвовать их не должно быть видно поэтому еще немножко приближаем делаем как-то S наверное на камере 0 и вот в таком ракурсе G где-то устанавливаем где-то вот тут они должны быть вот так немножко еще дальше отведем и выше поднимем 0 ну вот теперь здесь уже нормально должно быть и все будет происходить вот в этом ракурсе так решив две косточки выбираю G вот допустим вот так 0 на нам пади ну вот уже нормально лицуху еще можно попребрать чуть выше камеру если сейчас поднять выбираем теперь опять же камеру и поднимаем еще выше 0 вот теперь будет G немножко вот сюда и вот они руки наши вот такая штука такая настройка происходит теперь в чем еще фишка нужно добавить сюда оружие правильно давайте файл импорт опш пока добавлю нож где он у меня тут у меня тут пистолеты ножи так пока нож бита даже есть сейчас это дело подзагрузится вот такой вот тисак делаем ему S R ну и G допустим вот сюда как-то уведем чтобы он был поодаль теперь Shift A нажимаем добавляем так арматура Single Bone делаем арматуре S побольше и G подставляем к ножу ну и связываем опять сначала нож теперь кость так косточку вот лучше видите и вы будете нажимать чтобы ее можно было в любой момент взять вот так вот опускаем чуть-чуть пониже чтобы она торчала из ручки и ручку немножко не затрагивала вот так вот и делаем Ctrl P автоматик выйдет и теперь когда вы будете делать именно ну анимацию вот этого руки с ножом вы должны выбирать полностью вот таким образом сначала выбрать нож и выбрать руки и зайти в космод для чего это нужно чтобы эта косточка с ножом тоже участвовала берем G и вот подставляем допустим сюда как-то его немножко семерка на нам паде делаем R перекручиваем и вот эту руку давайте тоже выберем делаем R вот таким вот образом ну а теперь выбираем косточки и сгибаем в фалангах так выбираем сначала давайте вот эти вот эти кости семерка на нам пади жмем R все это дело сжимаем R немножко корректируем теперь выбираем первые вот эти фаланги фаланги вот эти вот эти вот эти семерка на нам паде R вот так сжимаем корректируем R этот палец тоже ну мы смотрим отключаем что у нас получилось так мизинец нужно подкорректировать получается R и вот это тоже так теперь вот эти тоже можно регулировать косточки какую дальше такую ближе таким вот образом смотрим что получилось ну что-то в таком духе так теперь немножко вот эту косточку R и вот эту R еще больше вот так выбираем теперь кость вот этого ножа почему я говорил вам чтобы его выпустить вниз вы видите что костей очень много и косточку если она тут где-то стояла возможно ее было не видно а теперь она вот она так чуть-чуть корректируем и теперь вот в чем опять же вопрос будет состоять чтобы делать анимацию нужно прописывать полностью нож где бы он не находился сзади там пока руки пустые он должен где-то вот здесь находиться и тоже прописываться в таймлайне получается если сейчас мы пишем а и локрот прописался полностью все вот это перетаскиваем на другой кадр на десятый допустим и здесь теперь нужно выбирать руку косточку вот эту и нож чтобы они вместе именно взаимодействовали вот G теперь он будет с ножом вот так смотрим в камеру G корректируем и немножко R G вот так все это дело пишем а и локрот и продолжаем тут ножом можно тоже вытворять всякие штуки перекрутки взмахи допустим он на каком-то кадре на двадцатом выбираем опять же не забываем руку косточку G вот так это дело выводит и R вот так как-то ложит и локрот 0 вот получается вот такие вот движения на тридцатом кадре давайте взмахнем ножом G так вот так 0 на нам пади R а и локрот G так ctrl z 40 кадр и локрот ставим 40 кадров пока и смотрим зацикленную анимацию получается что-то в таком духе также можно добавлять стволы автоматы и опять же добавляйте их сразу они должны присутствовать в этой сцене давайте покажу что будет происходить если сейчас импорт общ допустим добавим так автомат у меня с многих частей состоят так что давайте это биту или винчестер так вот такой винчестер надо его немножко опять же ctrl z выбрать его сделать s поменьше как-то и добавить ему shift а арматура single bone сделать косточки s ну и опять же единица на нампаде r устанавливаем так чтобы потом эту косточку можно было без проблем взять здесь здесь будет рука так что вставим где-то сюда вот так опять же все это дело связываем ctrl p automatic widget выбираем выбираем вот эту косточку выбираем кость кости руки и кость ножа так вот все это дело выбрано и заходим в космод теперь смотрим что будет происходить вот этого ружье g его не было в сцене так теперь мы вот это все дело так что тут происходит ставим допустим ну 100 кадров и попробуем прописать что-то вот допустим g он бросает нож допустим нож надо убрать r вот так вот g нож уводим сюда куда-то прописываем а и лок рот вот нож работает также допустим нож положил а винчестер берет r перекручиваем сразу можно здесь здесь сразу подсоединить руку чтобы она правильно держала винчестер и потом уже в кадр она выйдет так r g походу походу скоро нужно мышку будет новую покупать что-то она мне вообще не нравится последнее время так близнечит так я приблизительно пальцы не буду переделывать и вот теперь нужно вот в кадр поднять с винчестером руку выбираем косточку выбираем винчестер ноль на нам пади и допустим g прописываем а и локрот смотрим ноль и смотрим как теперь будет двигаться именно винчестер вроде все нормально бывает когда вы добавляете какой-то предмет уже в анимацию которую делали и у него нет прописки допустим первой и он начинает двигаться просто произвольно вот здесь крутиться вертеться вылазить на камеру вот так у меня тоже было поэтому нужно все сразу добавлять в сцену сейчас покажу еще вариант один вот таким образом в сцене должен быть допустим ствол бита нож выделяете все это разом и заходите уже тогда в пост мод и все у вас здесь активно и все будет прописываться на своих местах вот так вот эту косточку в принципе можно и удалять она не принципиальная ну как в игре нужна она не нужна если в игру все это дело импортировать я не знаю еще в игровой движок я не заходил ну вот такая штука все всем пока до свидания